С 1 января в России вступил в силу федеральный закон, предусматривающий пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 для женщин. При этом само изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно. Предполагается длительный переходный период, рассчитанный до 2028 года. Первый этап затронет тех, кто должен был выйти на пенсию уже в этом году. Теперь реализовать своё право они смогут по истечению дополнительных шести месяцев. Следует обратить внимание, что новое законодательство не затронет уже получающих пенсии пенсионеров. Для них всё сохраняется в прежнем порядке. Также новое законодательство не затронет пенсионеров, которые претендуют на пенсии в связи с работой в тяжёлых и льготных работах. Ирина Тамбьева также отметила, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7%, что почти в два раза выше официального уровня инфляции на конец прошлого года. Прибавка к пенсии будет индивидуальна для каждого пенсионера. Специалисты пенсионного фонда провели своевременно в декабре перерасчёт, установили пенсии в новых размерах. Поэтому часть граждан, которые у нас являлись получателем через кредитные учреждения, уже в конце декабря получили пенсии в новых размерах. Ну а граждане, которые пользуются доставочными организациями в виде почты и центра доставки по городу Черкесску, они, согласно графику, с 3 января начали получать пенсии в новых размерах. Также с нового года предусматривается дополнительная материальная поддержка для граждан, постоянно проживающих в сельской местности. Так, фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости или по инвалидности повысится на 25%. Если говорить в денежном выражении, это 1333 рубля с 1 января 2019 года. Здесь ещё следует обратить внимание, что для получения этой повышенной выплаты необходимо соблюдение трёх условий. Как я уже сказала, это требуемый стаж 30 лет в сельском хозяйстве, проживание на сегодняшний день в сельской местности и отсутствие работы в настоящее время. Сейчас территориальные подразделения пенсионного фонда уточняют список лиц, претендующих на указанную выплату. По предварительным данным, их число в Карачаево-Черкесии составляет порядка 2000 человек. Перерасчёт будет произведён в беззаявительном порядке, не позднее 1 сентября текущего года. Мадина Лайпанова, Радамир Князев, Архейс, 24.